Здравствуйте, меня зовут Занера и сейчас я хочу вам продемонстрировать очень интересный эксперимент, который можно сделать в домашних условиях. Для меня, как для потребителя, была важна информация о качестве продукта. И стоял вопрос, где, в какой компании купить лучший продукт. И давайте мы сейчас с вами это проверим, и каждый из нас имеет возможность сделать этот выбор. Сегодня я вам покажу эксперимент вот таких двух компаний, которые сегодня находятся на рынке России. Одна из компаний, она называется Фаберлик. Продукт, который представляет, это коралловый кальций Эльдестар. Коралловый кальций. Здесь написано, что это минеральная композиция для кондиционирования питьевой воды. Вот такие маленькие пакетики, которые содержатся в этом большом пакете. Здесь 1 грамм кораллового кальция тёртого. И, как я поняла, что здесь содержится серебро и витамин С. Второй продукт, который я хочу проверить, это продукт называется Кораллмайн. Это коралловый кальций международной компанией Коралловый клуб. В который тоже содержится 1 грамм тёртого коралла санга. Плюс витамин С, то есть аскорбиновая кислота. Это тоже минеральная композиция для питьевой воды. Для того, чтобы приготовить качественную питьевую воду. Эксперимент достаточно простой. Я взяла обычных 2 стакана. Наливаю туда обычную фильтрованную воду из фильтра. Просто очищенную, хорошую воду. Для того, чтобы проверить качество воды, как же этот коралловый кальций поможет поменять, я взяла обычный домашний йод. Так как мы с вами что-то пьём, что-то кушаем. И наша задача, чтобы ту воду, которую мы пьём, она не только бы приносила бы нам что-то полезное, но и выносила все продукты жизнедеятельности. Что я взяла? Я взяла просто обычный йод и несколько капелек йода. И вот я чуть-чуть изменился цвет. Что я делаю? Я беру обычный пакетик, разрываю его прямо на ваших глазах и высыпаю в стакан. Делаю сразу и в одном стакане, и в другом стакане, чтобы было понятно, как всё это происходит. Беру обычную палочку для того, чтобы просто помешать и посмотреть, что же произойдёт с питьевой водой. Самое интересное, что на глазах вы можете увидеть вот два абсолютно разных стакана. Что самое интересное, что-то здесь постоянно плавает. Осадок, как мы видим, да? И цвет, он не поменялся. Давайте посмотрим, что получилось здесь. Абсолютно чистая вода. Да, наверху мы не видим никакого осадка. Но я могу сказать, что мне этого иногда тоже бывает недостаточно. Поэтому есть потрясающий такой прибор, который измеряет окислительно-восстановительный потенциал и показывает, вода живая или мёртвая. Вот я его сейчас открываю. Это корейская компания. Она не имеет отношения так же, как и я, к той или иной фирме. Но мы можем просто взять и измерить показатели воды. Давайте посмотрим. Я его сейчас включу. Вот, чтобы было видно, этот прибор сверху, то, что тикает, как часики, это показывает количество мини-вольт. То есть количество свободных радикалов в этом стаканчике. Сейчас он насчитал их 613. Чтобы было понятно, это показатель плюс. Я его здесь выключаю и просто переношу в другой стакан с водой. Коралловой водой. И включаю ещё раз. Давайте посмотрим, что будет происходить. Мы сейчас видим, что количество мини-вольт уменьшается. То есть количество свободных радикалов становится меньше. И вода становится... Вот вы видите, можете считать. То есть там было 600 с лишним. И здесь вода становится практически нулевой. Вот сейчас пошёл отрицательный заряд. То есть это заряд, который нужен нам и нашим клеткам. Дамы и господа, делайте выводы. Две компании сегодня на рынке. Я свой выбор, наверное, всё-таки сделаю в отношении Коралл Майн. Это международный коралловый клуб.